Всем грустная песня, пацаны! Сегодня у нас Моргенштерн, Егор Крит, ну и, конечно же, Трил Пил! А с вами Стас Гарфпрод, приступим! Перед вами, как обычно, стандартный набор трэповых сэмплов и темп у нас сегодня 190 ударов в минуту. Я понимаю, 198 в прошлый раз вас шокировал, так что сегодня 190. И, как обычно, это что-то среднее между точной копией и больной вариацией. Начнем с самого сложного. Клэп, вот так вот, ставим его вот сюда, вот так вот. Ставим велосипед на максимум, с шифтом перетаскиваем, выделяем. Ctrl-B, Ctrl-B, Ctrl-B. Идеально, мы молодцы, мы справились с самым сложным. Осталась мелочь. Open Head, настраиваем ему Envelope, все на минимум, кроме Hold. Hold на максимум, делаем вот так, вот, вот. Выделяем здесь, Ctrl-B, идеально. Идем в следующий Head, длинный, надо сократить. Вот так, сократили, отлично. И пишем Head. Он будет почти такой же во второй половинке, Ctrl-B. Да, трэчок у нас такой более-менее клубный. И вот так. Отлично. Теперь второй Head. Out откручиваем немного и делаем вот так. Вот тут вот, переключаемся на ту вторую, выделяем, нажимаем Ctrl-U. И правой кнопкой мышки вот так, оп. Круто. Здесь вот так, вот так. Идеально. Теперь Snare. Откручиваем ему Out и продолжительность. Идеально. Кик. Его надо чуток подпустить на мастере. Как обычно у нас софт клипер и чуть не забыл. Как только этот видос соберет две, две тысячи лайков, проект окажется в моем паблике ВКонтакте, как обычно. Так что вы сможете его скачать, открыть, посмотреть, поковырять и радоваться жизни, потому что вы увидите эти сэмплы. Кик. Ctrl-B. Вот так. Идеально. Биток готов. И сейчас у некоторых людей может начаться легкое сжение чуть ниже спины, потому что я использую Omnisphere. Я понимаю, что не всем нравится, что я использую Omnisphere и там всякие другие плагины и тысячи обработок, но если вы меня за это и любите, то можете написать об этом в комментариях. И еще у меня есть очень важный вопрос для обсуждения в комментариях. Лучший или Trill Pill? Вот лучше ли Trill Pill или нет? Напишите. И здесь заходим в Type. Нам нужно выбрать Celestia и выбрать вот этот звук. Это наш звук на сегодня. Но поскольку мы крутые пацаны, мы будем заниматься саунд-дизайном, поэтому переходим в инструмент B и в разделе Amp добавим ему атаки на 0.10. Было вот так, а стало вот так. Классно, да? Мы саунд-дизайнеры, мы крутые. Нотки звучат вот так. О, как. Хотя нет. Продлевать мы будем только вот эту. И еще вот так. И здесь на Sol-Di. Еще мы можем выделить с зажатым Ctrl-Shift вот так, вот так, вот так. То есть Sol и Ready-Yes. Подвигать их Shift-ом и Ctrl- вниз и убавить их. Еще мы можем нажать Alt-Q, покрутить здесь Velocity. Вот как-нибудь вот так вот. Акция. Давайте еще все вместе это немножко убавим. Вот так. И еще мы можем нажать Alt-Q и выбрать здесь в Groove Push-Pull Heavy. Start-Time крутануть на максимум. И, ну, чтобы, грубо говоря, автоматически немного все это подвигалось, чтобы звук был более грувовый. Окей. Мы классные парни. Но поскольку умнисфера нравится не всем, мы возьмем Nehus, потому что Nehus используют всякие умнисферы тут. И в Nehus'е этом самом мы найдем пресет, который будет подходить нам, ну, ничуть не меньше, скажем так, чем умнисферовский. Но мне все-таки умнисферовский нравится чуть больше. Pnevarm и Rode Virli. И чуть не забыл о самом важном. Это не только трек в стиле Трилпила, но и трек в стиле продюсера Вера Майна, который является автором этого бита. И бит крутой, продюсер тоже крутой. Так. Будет у нас вот этот звук. Он будет выступать в качестве умнисфера-заменителя. На случай, если у вас нет умнисферы. Также я рекомендую зайти сюда в микс и один добавить. Чтобы звук был более ярко выраженным. Мы продолжаем заниматься синтезом и саунд-дизайном. Ни к тому, ни к другому это отношение, естественно, не имеет. Послушаем, как звучит этот звук. Мне все-таки больше нравится вам не сфера. Но, в общем, вы как хотите. Перебрасываем его на какой-нибудь третий канал микшера и займемся самым важным. Мы накинем на него сейчас полторы тысячи эффектов. Начнем с Valhalla Room. Продолжим Pro Q. Обязательно, потому что Pro Q для пацанов. Потом накинем, естественно, Half Time, потому что без Half Time жизнь не мила. И после этого закончим все это RC20 Retro Color. Пойдем по порядку. Отключим все вот это. Зайдем в Valhalla Room. Пресет Holds. Пресет Clean Hold. Вот он, Clear Hold. Clean Hold. Чистый зал. Хорошо. Что, точно нельзя сказать о моем рабочем месте. Теперь параметрик. Вот так вот. Переключаем. И вот здесь вот мы так. Отлично стало звучать мягче. Нам нужно было отрезать все ненужные дурацкие артефакты. 1,4 в Half Time и микс на 20%. Идеально. То есть мы сначала убрали низкие частоты, потом их добавили. RC20 Retro Color мы идем и используем пресет Vinyl 3, потому что он классный. И отключаем нойз. И чуть-чуть убавим в боблу. Но нам в первую очередь нужно вот это. Ну, как-то так. Ну, как-то так. Smooth процентов на 60. Микс чуть убавим. Отлично. Все, остановимся пока вот на таком звуке. Можно еще было бы упороться, добавить дилей. Давайте так и сделаем. Нет. Ладно, давайте перейдем к не менее важному, а то и более важному. Это бас. Давайте навесим на него софт клипер. Свой собственный индивидуальный софт клипер. Каждый заслуживает свой собственный индивидуальный софт клипер. Каждый бас. Угу. Бустовим. Вот так. По-моему, идеально. Ну, на самом деле, естественно, мы сейчас открутим его вверх с помощью стандартного лоу-пасса. Вот так хорошо. Декапитатор. Вообще, пак плагинов от Sound Toys почти такой же крутой, как Trill Peel. Какой-то такой звук получаем. Вешаем сюда еще один Pro Q2. Вот такой вот нам нужен мощный и глубокий звук, чтобы повесить на него еще один плагин. Озон и Майджер. Обожаю Озон и Майджер, потому что... Потому что это лучший расширитель для баса. Включается здесь Stereoize. Откручиваете это до 200 с небольшим. И делаете вот так просто. Бас становится идеальным. Вот так. И теперь его пропишем. Теперь пришло время для второго инструмента, без которого у нас не обошлось. Снова используем наш любимый Nehus. Потому что Nehus тут повторяет одну и ту же шутку два раза подряд. Вот этот наш звук. Он там обрабатывается фильтром. Но мы сначала его пропишем, потом обязательно обработаем фильтром. Вот так. Теперь Ctrl-B клонируем. А тут? Идеально. Теперь давайте все инструменты тоже отправим на микшер. Crash мы тоже используем, но чуть позже. И это тот случай, когда мы будем добавлять дилея, а не убавлять его. И поменяем ему тайм на 1 четвертая. Так круче. В общем-то теперь самое важное. Давайте все это раскидаем по микшеру. Split by channel. Идем в плейлист. И расставим все это. Раскидаем по микшеру. Раскидаем по плейлисту, конечно же, я имел ввиду. Давайте сделаем групповый канал инструментов. В первую очередь. Теперь на этот инструмент мы повесим ванном фильтр, чтобы автоматизировать его фильтр. Ну то есть low pass, он же high cut. Это сделано в оригинале. Но если вам религия запрещает использовать плагины Waves, ванном фильтр и вообще все, то для вас есть выход. Вы можете использовать стандартный лав фильтр. Например, взять пресет low pass 2 и точно так же его настраивать. Но мне все-таки больше нравится, как звучит ванном. Поэтому мы жмем вот сюда вот, делаем вот так вот. И делаем create automation clip. И настраиваем ему какую-нибудь вот такую автоматизацию. Теперь мы повесим на этот инструмент ProQ. Параметрик, я хотел сказать. Хватит уже использовать этот ProQ буржуйский. Воспользуемся бельгийским параметриком. Отрежем ему вот так вот самый низ. И теперь нам нужно обязательно на него повесить лимитер. Типа вот у него пики происходят. Вот такие, видите, это плохо. Мы их просто отрежем, и все. Теперь вешаем на него J37 на группу инструментов, потому что это круто. Делаем вот так. Откручиваем noise level. Вешаем на них центр стерео, потому что центр стерео это не менее круто. Делаем low, high, punch, оп, минус 1,2, оп, плюс 1,2. Все круто. Естественно, к этому нужно будет добавить. Давайте параметрик тоже повесим, потому что это проще. Вот так. Просто отпилить самый-самый низ. Теперь почти идеально. Осталось немного сбалансировать громкость. И повесить на все хеты, естественно, стерео шейпер. На open head можно повесить, например, стерео энхансер. Теперь все это дело убавляем. Почти идеально. Теперь нам нужно от кика сделать сайдчейн и инструменты и на бас. Для этого мы жмем, выбираем кик. Правой кнопкой мышки на групповой канал инструментов жмем сайдчейн, тузи стрек. И на бас нам тоже нужно его сделать. Бас у нас на втором канале. Тоже правой кнопкой мышки сайдчейн, тузи стрек. Идеально. Начнем с баса. На бас мы вешаем лимитер. И компрессор, правая кнопка мышки сюда кик. Кликаем, выбираем кик, потому что это название нашего канала. И делаем как-то вот так. Трек-фолд окручиваем, откручиваем и ратио. Нормально. Теперь то же самое проделываем с группой инструментов. Сюда вешаем тоже лимитер. Тоже переходим в компрессию. Правой кнопкой мышки выбираем канал кик. И добавляем ратио. Рейшу. Не ратио, рейшу. Все. На клэп можно повесить немножечко реверочка. Для этого выбираем Fruity Reverb 2. Мой пресетик Low Reverb. Спрашивают про этот пресет несколько раз в комментариях. Ну, типа, это просто я накрутил. Тут же все ручки на виду. Ничего не нужно придумывать. Вот как-то немного убавляем высокие частоты. И вот, гляньте. Процентов на 8. Ну, в общем-то, его же можно повесить и на хэты. Только на первое место, перед стерео-энхансером. И на другие хэты. Просто для создания небольшого пространства. Теперь давайте займемся созданием структуры. Теперь нам нужно правой кнопкой мышки нажать на омнисферу. На верхний левый уголок паттерна сделать Make Unique. И просто опустить все это на октаву вниз. Потому что вот здесь вот. Там более низкие ноты идут. И все. И для следующей части нам нужно снова нажать правой кнопкой мышки сюда и сделать Make Unique. Переходим в этот паттерн. И делаем такую незамысловатую штуку. Вот так вот. Вот так вот. Лезвием с шифтом зажатым. Отрезаем. Переходим обратно к карандашу. Ctrl-Shift. 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 С зажатым Ctrl-Shift выделяем. Поднимаем на октаву вверх. Вот эти последние нотки немножко сокращаем. Чтобы получить вот такой звук. И тут можно еще вот так сделать. Чтобы было вот так. Чтобы еще выше было. Ставим вот сюда. Ну и чтобы вначале сделать вот этот. Нужно повесить, например, вот сюда. Например, плагин Glitch. Нажмем тут Initialize Preset. Initialize Preset, короче. Не будем выпендриваться. Делаем Tape Stop. И здесь жмем Even. 4 бита. 4 бита. И Stop Start. Сделаем Create Automation Clip на его Wet Dry. Вот так. Вот так. Вот так. Вот как-то так. Теперь можно повесить на мастер мой любимый Ozone. Я использую такие модули. Vintage EQ. Exciter. Dynamic EQ. И Imager. Dynamic Exciter. Vintage EQ. Dynamic EQ. Imager Maximizer. В общем, трек готов. То есть мы их все сбалансировали. Убавили немного инструмента. Убавили хай-хеты. В общем-то все. И можем его послушать. Целиком. Если он не будет лагать, конечно. Как я уже сказал, как только видос наберет 2000 лайков, то я выложу этот проект в своем паблике ВКонтакте. Друзья. В общем, это мы выложили от должности. Всё. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Уф, вот такой вот получился биток Я надеюсь, вам понравилось Потому что, во-первых, по-моему, это крайне похоже на оригинал А во-вторых, оригинал очень даже неплох Оригинал обладает каким-то своим вот этим вайбом таким Ну, короче, реально грустная песня Грустная песня получилась крутой Ну, я имею в виду, оригинал получился крутой А как получился мой трек, уже можете оценить вы Так что, если этот видос понравился, то ставь лайк Но только если этот видос или этот бит тебе понравились Если не понравилось было и неинтересно То оставь заслуженный дизлайк И ты можешь написать в комментариях, что именно тебе не понравилось Может ты предложишь какую-то конструктивную критику Ну и, в общем-то, с вами был Стас Можете подписаться на мой паблик с битами Ссылка на него в описании Скоро там будут обновления Также, если вы хотите заказать мой видеокурс по битмейкингу То напишите мне, ссылка на меня тоже есть в описании Подпишитесь на мой канал обязательно Если вы этого еще не сделали Если вы уже нажали колокольчик, то отожмите его и нажмите его вновь Чтобы получать все уведомления о моих новых видео Ну или просто нажмите колокольчик, если вы его еще не нажимали до этого Обязательно, обязательно Посмотрите другие видео на моем канале Есть много чего интересного И с вами был Стас Гарфпрод Пока Увидимся в следующем видео